Субтитры делал DimaTorzok Вы дозвонились в юридическую организацию, которая называется АЛИАМ. Меня зовут Кузнецов Дмитрий Евгеньевич и мы являемся представителями Башваевой. Вы можете всю информацию нам передать, если хотите. Документы предоставляли в отделении банка? Зачем? Мы же у вас ничего не просим, это вам нужно что-то узнать. А нам-то зачем документы предоставлять? Она нам предоставила, заключила с нами договор, доверенность нам предоставила. Предоставляете ее интересы? Почему доверенности нет в отделении банка? Ее много где нет, не только в отделении банка, но это не обязательно. Мы письма пишем вам. Какие интересы представляете? Очень просто. Пишем от ее имени корреспонденцию, потом в суде будем от ее имени выступать. Письма может хоть сосед писать без доверенности. С вами никто работать не будет. Не работайте, ради бога. Игнорируйте официальные запросы в банк на основании доверенности. А после этого будете это каким-то образом объяснять в суде, почему вы проигнорировали законные требования и просьбы своего клиента. Без проблем. О чем речь-то? Какие законные требования? Вы должны предоставить доверенность. Кому? Если вы занимаетесь финансовыми обязательствами, вы должны об этом знать. Я это все отлично знаю. Доверенность не мы должны предоставить, а клиент нам ее обязан предоставить. И мы работаем на основании доверенности. Пишем от имени клиента письма в банк. В банк должна быть предоставлена данная доверенность. А что если не будет предоставлено? Вы, девушка, я так подозреваю, с претензией на компетенцию юридическую. И что будет, если не предоставим? Никто с вами работать не будет. А зачем нам? Ну и не работать. Вы сейчас позвонили нам. Значит зачем? За что вам Марина Евгеньевна тогда деньги плачет? Нам, Марина Евгеньевна, платит деньги за то, чтобы мы расторгли договор с банком от ее имени, не подчеркну, от ее имени. И привели ее к комфортному платежу. Вот для чего. Через судебного пристава в формате исполнительного производства. Либо вообще прекратили исполнительное производство в ее отношении. И зачем же нам махать этой доверенностью перед банком? Считайте, что клиент вам написал эти письма. Потому что автограф будет стоять в письмах от клиента. Передайте ей информацию от нашего банка. Она все знает. Она включает переадресацию. Это вы ей позвонили. Она нажала кнопочку специальную на телефоне. Сработала переадресация. Передайте ей информацию. Слушаю вас. Я сейчас разговариваю неизвестно с кем. А я так же сам неизвестно с кем разговариваю. Я точно так же, как и вы, вам представился. Помните? Я могу точно так же сейчас констатировать полное отсутствие понимания, с кем я разговариваю. Так мы сейчас с вами на равных, как минимум. Только вы мне звоните, а не я вам. Что? Вы номер перед... Запишите или нет? Вот этот, с которого вы звоните? Нет. А какой? Номер телефона нашей горячей линии. Наш клиент полностью игнорирует устный формат общения с банком. Вообще категорически не хочет, потому что уже натерпелось от банка приятных слов. Я, собственно говоря, не подтверждение той информации. Она вам звонить не будет, хотя я готов записать для разнообразия. Пускай будет. Ну хорошо, это тоже повлияет на дальнейшие минуты. До свидания банка. До свидания. До свидания.